Думаю, мы все уже в предвкушении праздников, и я предлагаю каждому из вас на минутку остановиться и подумать о своих личных рождественских пожеланиях на 2022 год. Если бы вы могли загадать к Рождеству всего три желания, что бы вы загадали? Я бы загадал следующее. Было бы здорово, если бы все семьи, в которых родители являются госслужащими, получающими зарплату из государственной казны, обучали своих детей в государственных школах и университетах Молдовы, вместо того, чтобы обучать их за границей. Это изменило бы их отношение к необходимости реформирования и улучшения системы образования и помогло бы вернуть доверие всех родителей и студентов страны. Было бы здорово, если бы каждая компания, неважно, большая или маленькая, регулярно, несколько раз в год проводила стажировку для студентов и принимала активное участие в составлении учебных планов для профессионального и высшего образования. Это колоссально увеличило бы уровень готовности молдавских студентов приступить к работе, обладая необходимым набором знаний и навыков, чтобы сразу же оказать положительное влияние на нанимающие их компании. Я также надеюсь, что финансирующие организации по-новому посмотрят на то, как они распределяют средства на проекты в Молдове. Я думаю, было бы целесообразно тратить немного меньше на экспертов, консультантов, аудиты и содержание НПО, сместив акцент на то, чтобы большая часть денег действительно тратилась на целевую группу, для помощи которой предназначен проект. Но пока что это только желание. Чтобы действительно укрепить экономику Молдовы, нам нужно больше талантливых и хорошо подготовленных специалистов. Именно в этой области я делаю все возможное, чтобы быть полезным и привнести реальную ценность. Мы надеемся, что у всех вас будет возможность переключиться с работы на отдых, глубоко вдохнуть и по-настоящему насладиться праздничной атмосферой единства и рождественского уюта. Увидимся в следующем году. Я с нетерпением жду его, чтобы поработать со многими из вас и внести положительные и устойчивые изменения в молдавскую систему образования. Спасибо.